В эфире на Ультского телевидения итоговый выпуск. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте. Предпринимательский час провел на этой неделе глава администрации района Ильшад Вазигатов. При участии его заместителей, руководителей структурных подразделений администрации района, руководителей учреждений, заинтересованных и задействованных в решении поставленных в процессе рассмотрения проекта вопросов. Для участия в предпринимательском часе была подана одна заявка от фермера Зинура Валеева. Идея принять участие в программе «Семейная ферма» у фермера назрела давно. Попытки самостоятельно собрать все нужные документы уже были, но не увенчались успехом. У Зинура Валеева есть желание расширить свое хозяйство, закупить сельскохозяйственную технику и увеличить поголовье скота. Он обратился за консультационной поддержкой для участия в программе поддержки фермерства. Для достижения цели нужно проделать многое. Сделать оценку недвижимости, составить бизнес-план, оценить свою платежеспособность, продумать и проработать каждый вариант возможного решения задачи. Со стороны администрации Зинуру Валееву будет оказано содействие. Сегодня мы обсуждали вопрос участия в программе «Семейная ферма» Валеева Зинура, который работает в Истякском сельсовете. Он давно работает, результаты есть у него и хочет расширяться. В данный момент у него возникли проблемы с участием. Мы провели консультацию со стороны управления хозяйством и со стороны других служб администрации. Он хочет расширить ферму, которая бездействует, в деревне стоит. Сейчас он уже выкупил эту ферму, будет ремонтировать, будут завозиться племенные нетели. И современная техника будет закупаться в рамках этого проекта. Общая сумма инвестиций предполагается пока около 30 миллионов. И мы всячески будем помогать, так как развитие фермерского хозяйства в Яноволе необходимо. В целях возрождения и сохранения традиционных игр конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука Республиканским центром народного творчества совместно с автономной некоммерческой организацией Мерген Оксы было решено о проведении семинаров по стрельбе из традиционного лука. 28 января такой семинар состоялся и в Янаульском районе. На встречу с нашими школьниками приехал директор некоммерческой организации Мерген Оксы Юлай Галиулин. Он рассказал участникам семинара историю народного костюма лучников, что представляет собой движение Мерген Оксы, а традиционной мужской одежде башкир наглядно показал, в каких национальных костюмах обычно проходит соревнование по стрельбе из традиционного лука. Традиционная стрельба из лука очень развита во всем мире. Уже 15-20 лет проходят международные соревнования, чемпионаты. Она еще называется стрельба из национального лука. То есть, вот эта стрельба из национального лука подразумевает под собой наличие национальной одежды. Поэтому я выгляжу вот такую одежду. То есть, они там не в трико, не в спортивке и не в джинсах. То есть, это как бы не мои правила. Международные правила обозначают, что если приходят на соревнования, там люди из разных стран приезжают, они все в национальных одеждах. Все в национальных одеждах и стреляют все из национальных луков. То есть, национальный лук это обычная палка-веревка. Здесь нет никаких прицелов, никаких полочек, никаких приспособлений. Просто тетива и лук. Лук представляет собой реплику боевого лука, который был в старину. Склеен из нескольких сортов дерева. Но в старину еще добавлялся здесь рог ездей, рог крупно-рогат скота. И снаружи покрывался сухожилиями. Сухожилий покрывался. И чтобы это на солнце не рассыхалось или под дождем не мокло, его обматывали кожей или перестой. И такие луки были очень мощные, очень гибкие, очень хлюсткие. Например, с 40 шагов по описанию лук пробивал коня насквозь. То есть, стрела входила в грудь и выходила сзади. То есть, дальность полета такой стрелы, то есть, из такого лука доходила. Самый рекорд чемпиона, ну, как рекорд установленный мира, рекорд мира, это 897 метров. Для сравнения, пулю от автомата Калашникова летит 1000 метров, пулю от автомата ППШ летит 600 метров, а это 897 метров. Когда, например, если буран был, пурга была, то есть, это дело завязывали, опускались. И вот это, видите, сзади затыл, он не давал продуть. Вот, кроме того, если, например, как бы был шлем с кольчугой, то есть, он тоже это дело прятал, то есть, не давал кольчуге ржаветь под шлемик. Вот, и поэтому вот такие шапки, они высокие. Почему? Потому что вот именно, чтобы можно было носить шлем. Если, например, вот в зимнюю погоду, как сейчас минус 20, сесть на коня и поехать в Бураево, который находит 70 километров, то по пути у вас просто шлем в голове примерзет. И чтобы такого не случилось, как бы одевать, ну, делать такие вот шлем, настили под головным убором, под шапкой. Вообще, например, как башки, носили три вида одежды одновременно. С чем это было связано? Если, например, полчаса такая, и сверху могли еще что-то одеть. То есть, если где-то летом, там, или весной выходили в степь, то не было такой, там, гостиницы где-то, чтобы было там. То есть, если заставал путник ночью дороги, он одну вещь стелил на землю, другим укрывался и в третьем спал. То есть, поэтому, как бы, все свое ношу с собой было. Еще хотелось сказать про штаны. Например, запорожские кузаки, которые ходили, у них тоже там были шаровары, ну, такие широкие. То есть, это вот, у кого какие-то сколько было денег, такие носили. Вот, и, потому что это мотня была, то есть, это мотня, чтобы можно было туда зацепить халат. То есть, приезжали, например, в Бураево, халат вытаскивали, а эстянькиган, эстянькиган, салвар оставался чистый. Юлай Галиулин показал всем мастер-класс по стрельбе из лука, ознакомил с правилами и приемами стрельбы. Этот вид спорта заинтересовал многих учащихся, желающие получили возможность опробовать стрельбу из лука. Выиграли мы, стали обладателем гранта в номинации «Активная республика». Название номината гранта «10 стрел мараганоксе». По этому гранту мы хотим в 10 районах республики открыть 10 районов, 10 клубов, которые будут практиковать стрельбу из традиционного лука. То есть, эволюция в общее движение мараганоксе, которое существует в республике уже с 2016 года. В движении свыше 500 человек, то есть очень много детей. Например, в Ишимбайской районе у нас 112 детей стреляют из лука, практикуют, то есть, кажется, лук имеют, стрелы имеют. Проходят соревнования, летом, в принципе, еженедельно в разных районах республики. Проходит международный фестиваль мараганоксе, куда приезжают из разных стран мира, из России, из регионов Российской Федерации. И вот это единственный вид спорта, в котором могут участвовать и женщины, и мужчины надовременные. То есть, например, взять курор, или какой-то этот, то есть, там, футбол у нас поделим, то есть, есть мужские, есть женщины. А вот именно стрельба звука, она такая, нет такого ограничения. То есть, все одновременно могут стрелять. И самое главное условие у нас обязательно наличие национальной одежды. Народная одежда. То есть, это не моя прихоть, это вообще международная практика, когда одевать народную одежду, национальную одежду. То есть, этим таким образом тоже привлекает, и как бы, вот, новые ученики к нам приходят, когда это, ну, в самом деле, интересно. Потому что, например, на международный фестиваль мараганоксе приезжают, там, люди из разных стран, там, немцы приезжают, китайцы, киргизы, казахи, Дагестан, венгрии, поляки. То есть, и кажутся на одежде, делиться культурой. То есть, у нас вечером, мы в таком фестивале, проходит еще культурная программа. Люди поют песни свои, там, играют на своих национальных инструментах, рассказывают стихи, истории, то есть, ну, как бы, и демонстрируют свою культуру. Приводят национальные угощения. Мы, когда туда поедем, тоже, там, с собой курорт берем, там, кумыс берем, козы берем, то есть, и угощаем, как бы, других людей, как бы, и рассказываем про историю, вот это, продуктов, там, про историю и культуру нашего народа. Поем песни, играем на музыкальных инструментах, ну, как бы, это, ну, практикуем, это интересно. Вообще, план такой, что мы сейчас, задача стоит найти человека, который будет этим делом заниматься, его уже обучить, то есть, дать ему сертификат, который сможет заниматься по-своему с детьми. Вот, и уже дальше, чтобы занимались и взрослые, и дети тоже. И, как бы, сертификат даем при АТБГУ, то есть, печати, комп, свидетельство, и можно будет заниматься такой средой звука. Инструмент оставляем, да, район, и на Усть-К район, то есть, как бы, город, и на Усть-К район может заниматься, то есть, это, как бы, первый вклад такой. А в дальнейшем же, там, кто-то захочет купить себе получше, там, то есть, там, камчан, например, приобрести, там, одежду пошли. В дальнейшем планируется популяризовать новый вид этноспорта для местного населения, что способствует изучению исторического, этнического, фольклорного и культурного наследия народов Республики Башкортостан. В нашем районе стартовал фестиваль «Фронтовые концертные бригады Полевая Почта Победы», проводимый в рамках районного проекта «Янаул. Поколение Победы», посвященного 75-й годовщине Победы. Фестиваль продлится до конца года и пройдет в каждом учреждении, организации и сельских поселениях района. Конкурс включает в себя поиск фронтовых писем треугольников времен Великой Отечественной войны, выступления концертных бригад, передача капсулы «Частичка вечного огня» и сумки «Полевая Почта Победы» следующему участнику. Первыми свое выступление продемонстрировали артисты культурно-досугового центра. «Написанных, сколько? Скажи, бабушка, правда моей?» «В городе, где жители высоко, как не наезжать или гореть звездой?» «В городе, где жители высоко, как не наезжать или гореть звездой?» «В городе, где жители высоко, как не наезжать или гореть звездой?» «В городе, где жители высоко, как не наезжать или гореть звездой?» «В городе, где жители высоко, как не наезжать или гореть звездой?» «В городе, где жители высоко, как не наезжать или гореть звездой?» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Два дня, 31 января и 1 февраля, в Янауле шел республиканский фестиваль народного творчества «Салют Победы», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли творческие коллективы шести районов и двух городов Республики Башкортостан. У монумента боевой и трудовой славы состоялась церемония зажжения вечного огня от основной капсулы, зажженной в городе Стерльтамак, а также передача основной капсулы представителям Кигинского района и раздача огня представителям Ильишеского, Дюрчелинского, Калтасинского, Краснокамского и Таташлинского районов, городов Нефтекамск и Агидель. Завершилась церемония возложением венков и цветов к вечному огню. Концертную программу конкурса «Салют Победы» открыл танцевальный ансамбль «Мира». Первыми в конкурсе принимали участие творческие коллективы города Нефтекамска. Через красочные номера, песни и танцы, а также выступления ветеранов Великой Отечественной войны на экране и их воспоминания нефтекамцы показали подрастающему поколению все тяготы войны. В конце концертной программы участники вышли на сцену с портретами своих героев. Зал аплодировал им стоя. Более подробно о фестивале смотрите в нашем ближайшем информационном выпуске новостей. Подготовку к Республиканскому фестивалю народного творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, активно ведут не только творческие коллективы нашего района, но и сотрудники Дома пионеров и школьников. Сейчас они заканчивают реализацию своей идеи оформления декораций в фойе культурного досугого центра. По задумке авторов, законченная инсталляция отобразит и виды городов, героев нашей страны, и лица всех тех, благодаря кому победа стала возможной. Эта наша техника называется декупаж, декупаж техники вживления обычных таких фотографий, которые взяты с интернета, потому что живые фотографии, там немножко нюансы есть, поэтому мы убрали эту технику. Но в этой фотографии будет у нас поделка это в виде призмы, с одной стороны военные действия, с другой вот эта карта с цифрой 75-летия, а с другой стороны у нас будет говорить о том, что города-герои и памятник этим героям, которые у нас во время войны были, после войны, дали медали нашим городам-героям. А третья сторона у нас это солдаты всех профессий, например, это танкисты, артиллеристы, летчики, медсестры, вот все эти фотографии. Ну, у нас идеи всегда возникают, просто мы все коллективом посидели, подумали, вот это, чтобы как бы интересен нам это здесь сделать, но это у нас еще не было. У нас что-то это немножко где-то взято с интернета, где-то сами вот немножко вживили, придумали, а тут все скомпоновали и получилась вот у нас вот такая вот техника. На этой неделе в нашем районе проходит конкурс «Учитель года Янаульского района-2020». Учащиеся городских школ проходят новые темы с новыми учителями. 27 января на таком открытом уроке побывала и наша съемочная группа. Первое и во втором четверти вы, ребята, работали только с натуральными числами. Вы их складывали, вы читали, умножали, делили. Сложность конкурсного испытания состоит в том, что урок проходит совершенно в незнакомом классе и в другой школе. Тему урока и место его проведения учитель узнает накануне. Перед учителем математики лицея Светланы Султановой стоит задача объяснить ребятам обыкновенные дроби. Как опытный учитель она знает, как интересно преподать новую тему для пятиклассников. С помощью мультфильмов, слайдов и многократных повторений поставленная цель достигается. Конечно, очень волнительно. Несмотря на то, что я имею достаточно большой, я скажу, опыт работы, я работаю уже 24-й год, но все равно каждый урок это как что-то новое. И каждый раз заходишь на урок, конечно же, волнуется. Не только к чужим детям, но даже и к своим детям. А тут чужой класс, чужая школа, еще и члены жюри сидят. Конечно, это очень волнительно. Но я думаю, что опыт, он все-таки помогает в этом. И урок прошел хорошо. 20 января стартовали муниципальные конкурсы «Учитель года Янаутского района-2020» и «Учитель года Башкирского языка и литературы Янаутского района-2020». Конкурсных испытаний очень много. Первый – они должны были представить свой интернет-ресурс. Далее писали эссе на заданную тему, которую узнали только в день написания эссе. Следующий конкурс – это методический семинар, где они должны были показать свое мастерство и методику преподавания. И сегодня у нас проходит конкурсное испытание «Урок». Всего на конкурс подано 16 заявок. Больше всего учителей начальных классов. Также есть два учителя русского языка, три учителя башкирского языка, «Учитель физической культуры», «Основь безопасности жизнедеятельности», «Татарского языка и литературы». Итоги конкурса будут объявлены 4 февраля. В этот день у нас пройдут два конкурсных испытания. Это круглый стол с начальником управления образования и презентация мастер-классов. Конкурсное испытание «Урок» является отборочным. По результатам этого будут определены уже финалисты конкурса. Победители муниципального конкурса «Учитель года-2020» будут представлять наш район на региональном уровне. В рамках муниципального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы Янаульского района-2020» 29 января были показаны открытые уроки участников конкурсантов в гимназии имени Муксинова. Согласно условиям, каждый педагог должен был провести занятие, максимально раскрыв выбранную тему, заинтересовав учащихся и вовлечь их в успешное усвоение нового материала. В состав жюри конкурса входят представители Управления образования и учителя школ нашего района. Так, учитель башкирского языка и литературы Новортовольской школы Алсу Асатова показала урок на тему «Башкирский алфавит». По завершению этого этапа конкурсантов ждет следующее испытание. Демонстрация потенциала лидерских качеств в задании «Круглый стол» образовательных политиков и методическая подготовка в задании «Мастер-класс». В рамках конкурса «Учитель года Янаульского района» проходит у нас конкурс «Учитель года башкирского языка и литературы Янаульского района». Всего в конкурсе участвуют три учителя башкирского языка и литературы нашего района. Сегодня мы смотрим открытые уроки по башкирскому языку и литературе в третьих-пятых классах. Участвуют из трех школ – из школы села Ямады, Нового Артаола и гимназии имени Максинова. Учителя высшей категории, первой категории. Во время проведения урока мы основное обращаем внимание – правильная непоставленная речь учителя, во-первых, потому что это основное требование, можно сказать. Потом соответствует ли материал уровню детей, построен ли урок методически правильно. Вот это основные моменты урока, можно сказать. 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. В школах нашего города проходят тематические мероприятия «Открытые уроки». 27 января в школе имени Радика Гореева прошли классные часы, посвященные Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады. «Посмотрите на карту. Если земля нарисована коричневым цветом, значит ее захватили фашисты. На коричневой земле нарисована фашистская свадьбика». «Надо знать, какой бывает война, чтобы знать, какое благо мир». Именно так назвала классный час учитель истории Альмира Зарипова. Цель мероприятия – сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, воспитание уважительного отношения к старшему поколению памятником войны. «Мы стоим на пороге большого праздника. В этом году мы в 75-й раз будем отмечать День Победы. И вот сегодня у нас число – это 27 января. И 27 января 1944 года произошло полное снятие немецко-фашистской блокады города Ленинград. 900 дней и ночей город сумел выдержать осаду фашистских войск. Блокада Ленинграда – это незабываемая история в истории Великой Отечественной войны. И чувство беспредельной гордости вызывает, наверное, у каждого из нас подвиг русских солдатов, подвиг жителей города Ленинграда. И это будет вечной памяти у людей. И если есть вечная память таких историй городов, то будет вечно жить и память о Великой Отечественной войне. Пусть подвиг русских солдат станет для нас опорой в жизненном пути каждого из нас, и молодого поколения, и поколений разных возрастов. Без воды, без тепла, без света. День похож на черную ночь. Может, в мире силы нет, чтобы все это превозьмочь. Печеньки рассказали своим одноклассникам про страшные дни, которые пережили ленинградцы в годы войны. Однофамилец нашего земляка-героя Денис Хайдаршин, готовясь к данному мероприятию, узнал и выявил для себя многое. И он помнит рассказы про своего прадеда. Было очень холодно, не было электричества, отопления. Это целых 900 дней. 900 дней получается как без еды. Каждый день по 125 грамм хлеба. Прадедушка, он был танкистом, дошел до Берлина и вернулся обратно живым. Мне дедушка говорил, что он вернулся. У него, получается, рука сгоревшая была здесь полностью. И этот... На левую ногу он хромал. В танке горел. То, что было очень сложно добираться до Берлина. Узнали много нового. Есть чувства сострадания, страха, боли. Нам очень жалко то, что умерло много людей. Но они защитили Ленинград. И они спасли его. По рассказам дедушки я узнала то, что произошло всего многого. Они кушали хлеб, только хлеб. Люди умирали. И осталось у него много плохих воспоминаний. Но он рад, что они выиграли немцев. И они спасли Ленинград. Фашисты говорили, что Москва – это сердце России. А Ленинград – ее душа. Как человек не может жить без души, так и наша страна потеряла бы свой боевой дух, когда лишился бы города Ленинграда. Благодаря теме классного часа ученики начальных классов тоже познакомились с теми ужасами, которые перенесли жители блокадного Ленинграда. И у них появилось чувство гордости, застойкость и мужество ленинградцев. Я узнала, что блокада Ленинграда длилась почти три года, и она была очень страшной. Я горжусь ими, потому что у них был очень сильный дух, они смогли выжить это. Я узнала, что в эту войну давались всего лишь рабочим с ростом спичечного коробка хлеба. Рабочим давали 250 грамм хлеба, а обычным 125 грамм хлеба. Некоторые люди шли к реке Нева и черпали оттуда воду. Я узнала, что семья Савичевых умерла, и осталась одна Таня, но она тоже умерла от недостатка пищи. Третьеклассники подготовили рисунки на тему войны, посмотрели слайды и документальный фильм из жизни блокадников. Дети, конечно, интересуются историей своей страны. На классном часе дети очень внимательно слушали, смотрели видеофильм с интересом. И были очень удивлены, что так тяжело было Ленинградцам во время блокады. Дети стараются помнить об этом. И мы на уроках часто говорим о Великой Отечественной войне, о героях нашей страны. И мы не должны забывать об этом. Ведь это наша память, наши предки, которые завоевали нам мирное небо. Такие мероприятия помогают развить патриотические чувства у подрастающего поколения и уважение к памяти защитникам Отечества, расширять знания у учащихся о Великой Отечественной войне. Первый этап соревнований Лига военно-патриотических клубов личного зачета среди воспитанников клуба «Юн Армия» в рамках Армейских международных игр 2020 прошел в спортивном зале 4-й школы 29 января. В состязании участвовало 20 ребят. Свою спортивную подготовку и навыки они продемонстрировали в таких видах, как челночный бег, подтягивание на высокей перекладине, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя, поднимание туловища из положения лежа на спине, неполная разборка и сборка автомата Калашникова. Это соревнование приурочено к всероссийскому месячнику оборонно-массовой работы ДСАВ. В соревновании принимают участие дети из «Юн Армии». Ребята показали хорошую физическую подготовку и участвовали с удовольствием. Всем участникам Лиги ВПК вручили сертификат участника, который дает право на скидку в размере 20% при обучении местным отделением ДСАВ. Все мы любим чувство чистоты. Наши ковры тоже любят быть чистыми. В этом могут помочь на автомойке «Чистый город». Здесь примут любой ковер и подпишут его. Сначала все ковры пропускаются через пылевыбивальный станок, который уберет всю пыль, волосы и шерсть. И можете не сомневаться, мусора там не останется. Ни одна ручная выбивалка не способна на такое. После того, как станок выбьет всю пыль из ковра, его скатывают в рулон. Дальше ковер попадает в цех мойки. Там его тщательно смачивают, ждут, когда он полностью пропитается водой и поливают специальным моющим средством для ковров. Затем начинается сам процесс мытья с помощью электрических щеток, которые поднимают ворс ковра и удаляют трудновыводимые пятна, а также жевательные резинки или пластилин. При таком виде мытья ковры не деформируются, ворс остается высоким. После этой процедуры средства смывают и ковер отправляют в специальную центрифугу. Здесь внимательно смотрят, если вода до сих пор остается грязной, то процесс повторяется. В последующие центрифуга выжимает ковер и в сушильной камере зимой и летом в любую погоду мы сушим и стопроцентно сухой ковер возвращаем. С недавних пор у нас еще появилась такая услуга озонирования ковров. Ковры бывают со специалистическими запахами, а это еще и лишние клещи, бактерии, плесень, озонирование, дополнительная услуга. Она входит как бы в комплекс. Мы освежаем ваши ковры. Чистый ковер отправляется в сушильную, хорошо вентилируемую камеру, где он находится до полного высыхания. Стирка ковра обойдется в 120 рублей за квадратный метр. Если же длина ковра больше трех метров, то стоимость уже будет составлять 150 рублей за квадратный метр. Такая же цена будет за ковры с высоким ворсом. Пятый год уже моем эти паласы. Как только это прекрасно. Сегодня принесли, завтра уже, пожалуйста, берите на здоровье. Чистые, прекрасные, как будто новые. Очень доволен. И предлагаю, рекомендую, если кто хочет, приезжайте сюда, посмотрите, какое имеется оборудование, качественное и по-современному делают. Бывают такие случаи, что люди стараются ковры в домашних условиях, то есть не вынося коверы из помещения, постирать, убрать какие-то пятна, и используют общеизвестные рекламируемые средства. После них, к сожалению, мы уже почти беспомощны, чтобы убрать какие-то трудноудалимые, потому что одно средство мешает другому средству, и оно, наоборот, закрепляет только. Поэтому большая просьба, обращайтесь к нам на автомойку. Мойка ковров. Мы всегда вам рады, ждем вас. В чистом городе на стирку также можно сдать спецодежду, синтетические одеяла и постельное белье. После приемки все сортируют, просматривают на степень загрязнения, делят по цветам. После загрузки в стиральные машины выбираются соответствующие программы для стирки и добавляют моющие средства. Автомойка «Чистый город» работает ежедневно с 8 до 21 часа по адресу город Янаул, Победа, 55. Все дополнительные вопросы можно уточнить по телефону 8-919-608-91-90 или 8-965-948-82-28. Таковы события уходящей недели. Впереди нас ждут выходные дни. Проведите их с пользой. 2 февраля ожидается пасмурная погода, снег, ветер южный, 24 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью – минус 1, минус 3, днем от минус 2 до 0 градуса. По данным МЧС, в республике ожидается уличная погода с прояснениями небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью – минус 5, минус 10, днем – минус 2, минус 7 градусов. 2 февраля. День воинской славы России. В этот день, в 1943 году, советские войска завершили разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Грандиозное по своим масштабам сражение продолжалось 200 дней. Впервые в истории была окружена и уничтожена столь крупная группировка войск – 6-я армия Паулюса. Победа Советского Союза в Сталинградской битве укрепила лагерь антигиперовской коалиции. Приглашаем всех 8 февраля принять участие в открытой всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2020». Также будет организован ВИП-забег, дистанция которого составит 2020 метров. Место проведения – лыжная трасса в районе Сабантуй. Регистрация участников с 10 часов. Массовый старт в 11.15. Старт по дистанциям ГТО в 11.45. Справки по телефону 544-37. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова